Раиса Филипповна рассказывает, вчера днём вышла за помидорами, огурцами и черешней, но так и не донесла их домой. На рынке женщине стало плохо. Но мне на рынке стало плохо. Пока я скупилась, голова закружилась, сердце заболело, всё, у меня стало плохо и пришлось вызвать скорую помощь. Люди помогли, привезли вот в эту больницу, так я сюда попала. Сразу оказали первую помощь, сделали уколы, капельницы поставили, всё помогли и вывели с этого состояния. Днём в Харькове градусники настойчиво ползают за отметку плюс 30. Асфальтированные дороги, бетонные дома и металлические конструкции значительно нагреваются в течение дня. А выхлопы от машин создают парниковый эффект, в результате которого нижние слои атмосферы прогреваются ещё больше. Плюс ко всему низкая влажность в воздухе, связанная с недостатком дождей. Совокупность таких факторов, по мнению медиков, создаёт определённую нагрузку на организм человека, негативно влияет на здоровье в целом. Возникают нарушения внутри, в организме нарушения всевозможные на биохимическом уровне, в результате чего возникают солнечные удары, возникают перегревы и всё остальное. Даже у здоровых людей в жару повышается риск тромбообразования на 20%, не говоря уже о людях, которые склонны к этим болезням. Чтобы избежать вредных последствий жары, медики советуют харьковчанам меньше находиться под лучами палящего солнца, реже выходить на улицу в середине дня, использовать в закрытых помещениях вентиляторы и кондиционеры, потреблять большее количество жидкости. Суточная норма в летнее время составляет порядка 2,5 литров воды. Физические упражнения, тренировки и работу на свежем воздухе переносить на утро или вечер, когда температура снижается. Особенно осторожными в летние дни стоит быть людям с гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Им медики рекомендуют мерить давление два раза в день и держать под рукой препараты экстренной помощи. Веленмода Александр Проценко, Агентство телевидения Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова